с чего начинается утро здравствуйте у кого как а у нас она сегодня начинается с кешью я думаю что у дерева и на плантации побываем чуть позже а пока что познакомимся с промежуточным вариантом вот это сам орех который прибыл сюда с плантацией его сейчас подсушат и отправят во вьетнам на переработку в камбодже пока заводов по переработке нет на самом деле процесс не такой уж и простой как может кому-то покажется и кешью орех именно проделывает довольно большой путь от плантации до конечного потребителя сейчас его высушат цены закупочные на данный момент это февраль месяц очень низкие где-то порядка полутора долларов за килограмм фарм фермеры считают что это невыгодно и буду ждать высоких закупочных цен на это где-то примерно будет октябрь или ноябрь то вырастет цена как минимум до двух с половиной той дать до 2 и 8 доллара за килограмм почему сразу он попасть к на стол не может а потому что если разделать этот орех между скорлупой и решком есть кислота которая слегка опасна и вот от нее нужно избавиться путем термообработки конечно завод мы не увидим а вот плантации сегодня посмотрим всем привет линд расскажи пожалуйста почему на бочка на баке такая надпись меня зовут тебя или как все зовут как тебя зовут для вас лин хорошо пускай лин так ребята тут написано массу такой мазутных мерзком на книгском соля на солярка солярка вот машину она не берут бензин берут солярку для того что вы ребята который работает заправлен не перепутает между бензином и соляркой надо тут написано написать а то пипец и перс до вашей машине пипец пока всем пока 80 гектаров засаженных кешью сверху не могу показать огромная территория и так сейчас время когда пошли цветочки в период с декабря по февраль завязываются цветы потом появляются ой липкий какой яблоко это сейчас покажу где она висит вот вот и формируется орешек вообще местные в небольших количествах едят эти яблоки но чаще всего это все выбрасывается и так значит в период с декабря по февраль цветочки потом появляются эти вот яблоки на них созревают снизу орешек примера в мае по большей части народ соберет урожай и начнет продавать продавать будут все кому нужны деньги потому что цены и в это время цены будут максимально низкими а хитрые товарищи как владелец вот этой плантации он дождется октября ноября движется максимально высоких цен потому что уже все остальные да поскидывают все свое добро и выставит это дело на продажу и так значит когда все созрело плод падает и его уже люди ходят и собирают вот как дядюшка лин я сейчас вместе с ним привет давай снял орешки кстати вот эти соку я очень много как мне нравится русский мне нравится сейчас я тоже дойдем попробую ты прям меня за гадостью ты зовет немножко сладкий не противный сока много ну как любите можно попробовать ну что кто не завтракал и не победа приятно всем аппетита и как не писать на что похоже вяжет кстати да вязкий в рту вяжет я бы не такое яблоко грушу сливу все в одном напоминает тебе на что похоже яблоко груша дает такой не мог не могу сказать что это готов есть прямо много ну как вот так вот настроилась вот этот мякоть яблока она портится очень быстро поэтому народ его чаще всего именно никуда вообще не используется просто так вот на земле и оставляют но особо хитрожопым из этих яблок может делать самогон самогон а вот и орешки которые остались их мы есть не будем их мы отдадим хозяин и пусть он управляет их на переработку также вот люди которые следят за этой плантацией качаются в гамаках тоже у них курицы петушиные бои какой красавец ты как-то не очень какие человече условия тут им и туалет и воду сделали все нормально так ну вот короче удалось раздобыть реальные цены в пик максимальных продаж до килограмм стоит закупочный примерно 1 доллар 25 центов 1 доллар 50 центов это вот с мая примерно по июль месяц октябрь-ноябрь когда уже практически все все продали люди выбрасывающие свою кешью на продажу могут заработать вот где-то 2 и 4 до 2 и 8 доллара за килограмм вот такие вот цены когда плод созревает он падает на землю люди обслуживающие это все собирают в куче и вот так он останется здесь гнить в этом у кустику примерно полтора года а он уже с цветами тем не менее их мир начинают плоды собирать примеру после трех лет на деревьях дерево манго обычно встречаются маленькими а тут огромный в общем вот так вот так растет кешью ягодки показал переработки в камбодже нет переработку можно увидеть в вьетнаме и в таиланде есть кто-то пукете например будет на пукете и заводик который переработкой занимается и в мешочки чуть опоздал 50 килограмм мешок чуть больше пятидесяти вот эти годовые урожайности тетрадочки все оформлены ну ты еще раз про про яблоки до яблочки дадишь клин про жучков я уже снял да еще раз про яблоки они на удивление оказались довольно интересной штукой много ее не съешь она очень водянистая сочная не сказать чтобы ошибка сладная сладкая но приятная на вкус я думаю что вряд ли получится где-то плоды эти прикупить потому что они скоро портящиеся только если удастся то на самой плантации как известно население камбоджа никогда особо ничем не грузилась в смысле питания вот эти жучки поедают цветы плоды у кешью естественно хозяевам это не очень нравится а а место население собирает их у такую баночку а потом готовит мясистые жирненькие вкусненькие не знаю звук слышен или нет это идет процесс перегрузки кешью из плантации доставили на весы тетя стоит сверяет сейчас смотри как он сделает вот этот объем это сейчас примерно где-то на пятьдесят пять шестьдесят тысяч долларов привет итак чтобы облегчить всем жизнь если вдруг вы желаете приехать камбоджу и заняться выращиванием кешью что для этого нужно купить землю чем больше тем лучше закупить саженцы стоимость саженцев колеблется у всех по-разному есть финанские сорта тайские местные в общем от пол доллара до доллара высаживаются они с пятиметровыми пробелами на один гектар нужно 200 деревьев мы посчитали математику хозяина этой плантации картина вышла следующая у него 60 гектар земли 60 гектаров земли и зная закупочные цены что минимум продает он по 5000 риэл на одном гектаре 200 деревьев мы знаем какое количество людей у него здесь живет 12 тысяч у него чуть меньше 12 тысяч не уходит на годовую зарплату людям сборщики трактора опрыскивание химикаты то есть удобрение все остальное вычитаем и совокупности что с плантацией в 60 гектаров хозяин земли получает худший худший время то есть худшей ситуации когда минимальные закупочные цены и минимальная будет у него урожайность то есть одно дерево минимум год где-то от трех килограмм дает вот при таких условиях при закупе в 5000 риэл то есть один доллар 25 центов и что с деревом получит порядка трех килограмм чувак за год получит в районе 20-25 тысяч долларов много это или мало каждый судит сам по себе дядюшка ли сказал что это нормально поэтому вот так вот пока